Ну и друзья, моя информация для тех, кто считает Путина великим многоходовочником. Итак, очевидные результаты, к которым привела многоходовочка Путина с бряцанием своими танками на границах с Украиной и вообще поведение Путина в отношении Украины последние пару лет. А может и не пару, а побольше. Я вам напомню, что в свое время за вступление Украины в НАТО, ратовал, еще при Януковиче в те годы, ратовал, ну я не знаю, может 30% населения Украины. То есть где-то так, плюс-минус, немного было. Я уже сейчас точные цифры абсолютно не утверждаю, но цифра колебалась там, по-моему, от 25 до 35% тех, кто реально хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Тех, конечно, кто хотел, чтобы Украина была частью Европейского экономического союза, ну это другое совершенно дело, там до половины доходило людей в свое время и было довольно много. А вот за НАТО как-то люди непопулярно на это смотрели. Но в результате путинской агрессии против Украины ситуация изменилась просто кардинально. И вот последние исследования, результаты опроса Киевского международного института социологии просто вот выдают очень интересные ответы. Итак, среди тех, кто принял участие в этом опросе, почти 76% опрошенных согласны на вступление и хотели бы вступление Украины в ЕС, а 68% поддержали бы вступление Украины в НАТО. Вот таким вот образом. То есть подавляющее, уже, скажем так, не просто большинство, а большинстве мы можем говорить, когда там большинство 53-55%, там до 60% это большинство. А когда большинство уже становится таким, которое зашкаливает за 70%, уже можно говорить о подавляющем большинстве украинцев, которые согласны на или хотят, или очень хотят вступление Украины в ЕС и НАТО. Я абсолютно уверен, что не будь Путина, вот такого вот вала и такого желающих вступить в ЕС и особенно в НАТО, не было бы, ни в коем случае. Ну, потому что просто украинцам было ни до того, ни до НАТО, ни до ЕС. Но сейчас все просто очень четко видят, что посмотрите, Эстония, Латвия, Литва, у которых нет толком ни армии большой, ни населения огромного, ни территории для защиты. Они как бы под замком, Путин боится пикнуть в их сторону. Ну, а Украина, у которой вроде и армия есть, и есть чем защищаться, Путин постоянно шантажирует. Почему? Потому что Украина не является членом НАТО. Вот, собственно, и все. А людям же много не надо, чтобы 2 плюс 2 между собой связать. И все. И, как говорится, Путин своими многоходовочками привел к тому, что 70, а дальше будет и 80% населения Украины хочет вступления в ЕС и в НАТО. Причем, более того, если вы сейчас сделаете отдельно выборку по молодым людям, то есть там поколение, допустим, там 18-35, где-то вот так вот, то за ЕС и НАТО там будет вообще, там будет, наверное, процентов 85. Вот к чему, собственно говоря, и привела многоходовочка Путина. Поэтому можно говорить, что, ну, товарищ скорее туп, чем умен. Второй момент, еще интересно, к чему привела путинская многоходовочка, это тот момент, что люди считают вероятной войну с Россией. То есть раньше такое, ну, в голову, полномасштабную войну, потому что война идет уже 8 лет, но вот полномасштабную войну с Россией, то есть когда фронты, армии и так далее, и так далее, уже считают в настоящее время вероятной 49% респондентов, что это вполне может произойти. 41% считает, что такого не произойдет. Я тоже среди них, я считаю, что, конечно, никуда Путин не полезет, просто по тысяче и одной причине, я делал уже не одно видео, я это объяснял, почему он никуда не полезет. Вот, но сама постановка вопроса того, что больше людей верят в то, что будет война с Россией, не, не будет, а она возможна, в принципе, ну, это опять-таки результат путинской многоходовочки. То есть люди однозначно рассматривают Россию как врага благодаря Путину, а с другой стороны, люди рассматривают ЕС и НАТО как панацею от той же самой неадекватной России. Вот к чему приела многоходовочка Путина. Воистину, большой многоходовочник.